Библейский портал экзегет.ру представляет 27-я, совсем маленькая глава второй книги «Хроник» или «Парлипомэнн». Для библейского портала «Экзегет» я читаю перевод российского библейского общества. «Цари, цари, цари» — так распределена эта книга, разбита на главы, конечно, уже в средние и даже, скорее, в новые века, что каждому царю отведена одна глава, но если о нем говорить особенно нечего, то и глава короткая. «Когда Иофам стал царем, ему было 25 лет, он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Его мать Иеруша — дочь Садока. Его деяния были угодны Господу, он во всем поступал так же, как его отец Озия, но в отличие от отца он не входил в храм Господа». Я напомню, что Озия совершил, вот на первый взгляд, совершенно непримечательный поступок, а он был понят как большое преступление. Он хотел сделать воскурение в храме Господа, то есть взять на себя одну маленькую функцию священника, но царь не должен себе присваивать жреческих, священнических обязанностей. А народ по-прежнему был порочен. Вот такой комментарий, да, как Салтыков-Щедрин говорил, что будет в России через сто лет, скажу одним словом, воруют. Вот народ порочен — это такая константа, там приходят цари получше, похуже, хорошие портятся, похуже, правда, не исправляются, только в одну сторону идет этот процесс. А народ, он уже вот в этих пороках погряз, и все становится понятно, ну какой народ, такие правители. Иофан построил верхние ворота Господнего храма и возвел много построек при городской стене на холме Офал. Сегодня мы плохо себе это представляем, но ясно, что город рос, Иерусалим, и понятно, что нужно было отстраивать новые территории и чинить старые участки стены. Также он построил в городах иудеи города, в лесах, крепости и башни. Продолжается эта строительная программа, то есть государство довольно крепкое, но вот изнутри оно уже сильно подгнившее при всей внешней своей состоятельности. Он воевал с царем Амманитяна и подчинил его. Амманитяне в тот год принесли ему дань сто талантов серебра, десять тысяч коров пшеницы и десять тысяч коров ячменя. Но это несколько миллионов литров того и другого. Такое ожидание Амманитяне принесли ему на второй, на третий год. Иофан был силен, потому что прямым был его путь пред Господом его Богом. Главный вывод, да? Прочее об Иофаме, о всех его войнах и деяниях, написано в книге царя Израиля и Иудеи. Когда Иофан стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. И упокоился Иофан, был похоронен рядом с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахаза. А вот и все про Иофама. Мало что связано с храмом. Нет особо ярких примеров его верности или неверности, поэтому совсем мало. А вот про Ахаза этого никак не скажешь. Про него будет подробно. Следующая глава. Продолжение следует...